Теперь о тех, без чего труда невозможно представить будущее. В Краснодаре сегодня чествовали лучших ученых Кубани. В преддверии Дня Российской науки современных изобретателей поздравил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев рассказал о том, что в регионе сделают упор на поддержку фундаментальных исследований, а также на интеграцию ученых с бизнесом. Кирилл Белонок, например, познакомился с инновационными яблоками и узнал, какие открытия уже приносят реальную пользу. В этих холодильниках хранится целый фруктовый сад. Персики, сливы, виноград и, конечно, яблоки. Десятки сортов от знакомой Семиренки до необычного Айдореда. Большинство сортов экспериментальные, еще на стадии селекции. К примеру, в данном штативе хранятся пробы. Они у нас промаркированы. Здесь пробы еще 2014 года. Вот у нас яблоня номер 15, 20-е, 05-е, 14-е. Кто знает, но, возможно, именно яблоня номер 15 станет настоящим чудом биоинженерии. Новые сорта перед запуском в производство в этой лаборатории буквально раскладывают на клетки. Биотехнолог Иван Супрун в прямом смысле заглядывает в будущее. Раньше, чтобы узнать, каким получится тот или иной вид яблок, надо было ждать не меньше 4-5 лет до первых плодов. ДНК-маркировка ускоряет процесс в разы и позволяет определить характеристики даже по появившимся на саженце листьям. Заглянув в микроскоп, Иван Супрун уже может сказать, насколько сорт станет устойчив к болезням и какой внешний вид у него будет. Сложная научная работа приносит ощутимый экономический эффект. Несет меньше затрат на химобработки садов, на защиту от фитопатогенов. Затрачивает меньше ресурсов для создания искусственной газовой среды в холодильниках с использованием СО2-атмосферы. Соответственно, себестоимость такой продукции будет тоже снижаться. Лаборатория Ивана Супруна – одна из многих опытных площадок, работающих в Краснодарском крае. На Кубани традиционно едва ли не самая сильная в стране научная школа в аграрной сфере. На грантовую поддержку фундаментальных исследований вне зависимости от их областей только в прошлом году было выделено 120 миллионов рублей. Деньги на свои проекты получили около тысячи ученых. Часть из них сегодня собрались в Краснодаре. В преддверии Дня российской науки в их сторону звучат поздравления со сцены слова благодарности от губернатора. Молодые и опытные все эти специалисты уже совершили открытия, которые, возможно, не сейчас, но в ближайшем будущем приведут к прорыву в самых жизненно важных направлениях не только края, но и страны. Здесь, невзирая на возраст, очень талантливые, перспективные ученые нашего края. Я верю, что самые главные, большие открытия, даже если вы уже их совершили, у вас еще впереди, у нас впереди. Ваши знания, ваш талант, ваш профессионализм, интуиция, она нужна. Современной Кубани и современной России нужна. Только нам надо не потерять этот потенциал, тогда сто процентов, и не только решение национальных проектов. В целом решение любых проблем в жизни нам будет по плечу с праздником. С Днем российской науки! Ежегодно в крае патентуют десятки изобретений и технологий в самых разных сферах. Наука после упадка 90-х годов переживает расцвет и молодеет. Сегодня институты и центры делают упор на прикладные исследования и ищут возможности интегрировать свои изобретения в бизнес. Для того, чтобы инвесторам было легче найти потенциальные проекты в крае, будет создан Кубанский научный фонд. Об этом сегодня рассказал губернатор. Мы пытаемся интегрировать кубанскую науку, по крайней мере, в отрасли экономики, так, чтобы и представители бизнеса, и всех отраслей экономики, и наука смогли найти друг друга. Мы поэтому и создаем, и в этом году будет работать Кубанский научный фонд. Это вот такая некая площадка, где вы могли встретиться. Наука и бизнес. Наука и представители всех отраслей экономики, которые заинтересованы в прорыве. Без науки не может быть прорыва. Нигде, ни в смерах жизни, ни в отраслях экономики невозможно. Все равно нужны новые идеи, новые решения, новые научные разработки, подходы. Поэтому я надеюсь, что Кубанский научный фонд – это та площадка, которая поможет нам максимально науку интегрировать в промышленность, в сельское хозяйство, во все отрасли экономики, в бизнес. А бизнес максимально будет интегрирован и задействован в науке. В списке тех, кто получил государственные и региональные награды из рук губернатора, сегодня весь научный цвет края. Медики, физики, историки, биологи, даже музыковеды и, конечно, инженеры. Дмитрий Гура, например, работает с трехмерным лазерным сканированием – важной находкой для геодезистов. Мы ожидаем, что будет возможность предупреждать всякие различные стихийные бестия, катаклизмы, человеческий фактор, который может косвенно повлиять на безопасность объектов, устойчивость. То есть мы хотим внедрить интеллектуальную систему мониторинга. Кстати, если посмотреть на список гостей, можно обратить внимание, большинству приглашенных нет и 30 лет. Это лишний раз подтверждает – наука не только во всей России, но и на Кубани молодеет. На вопрос, тяжело ли быть молодым ученым, они отвечают однозначно. Есть совет, в принципе, обеспеченный всем, что нужно. Я думаю, движемся в правильном направлении. На Кубани есть условия. Было бы желание заниматься наукой, научно-исследовательскими проектами. А так можно всегда рассчитывать на поддержку краевых властей и даже на поддержку федеральных властей. Уже после награждения ученые всех рангов, возрастов и направлений в непринужденной атмосфере обсуждают разработки, над которыми трудятся сейчас. Несмотря на отличие подходов к исследованиям, разницу во взглядах объединяет этих талантливых людей одно – вера в российскую науку, у которой определенно есть будущее. Кирилл Биланок, Вадим Волков, Олег Демидов, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.